Доброе утро, дорогие друзья! Продолжаем нашу недельную главу и книгу Шмот. Вы знаете, вот интереснейший эпизод описывается в недельной главе Шмот про Шифру и Пула двух женщин, сорвавших предпринятую фараоном первую попытку геноцида. Он вызвал их и сказал всех мальчиков убивать, девочек оставлять. Они не выполнили это распоряжение, и когда их снова вызвали фараону, они сказали такую легенду, что еврейские женщины такие крепкие, они без нас рожают и так далее. Вы знаете, вот эта идея моральных пределов власти, это величайший вклад иудаизма в человеческую цивилизацию. Еще тогда, оказывается, Тора знала, что бывают приказы, которых не следует выполнять. Бывают преступления против человечества, участия в которых нельзя оправдать словами, как это было в Нюрнбергском процессе, я только исполнял приказы. Это очень многие говорили после войны. Вот эти две женщины своим мужеством заслужили особое место следить героев мировой истории. И их пример учит нас, как поступать по совести, когда государство противоречит законам Бога и совести. И дальше сказана интересная вещь, и за это создал им Всевышний Дома. Люди стараются, люди обманывают, люди убивают, чтобы что-то построить, украсть. Ничего это не держится. Это все как песок уходит, Бог так устроил мир. А вот когда Бог строит дома, Бог строит дома в первом поколении, в втором, третьем поколении, мы не знаем. Но эти дома вечные. Это когда ты идешь дорогой. Вообще достойные люди, которые были, вот, многие начинают Мошера Бейна, вот тех двух женщин. Я два слова скажу. Был такой, в Испании, самое лучшее время еврейского народа было, в Испании был золотой век еврейства, был руководитель еврейского народа Дон Ицхак Абарбанель. Выдающийся ученый, и он был помощником самого императора. И вот, когда было принято решение, фанатичные монахи, усилившие влияние на короля Фердинанда, а не главная королева Изабелла, которая все это, в общем-то, устроила, был издан указ о том, что евреи должны в течение месяца принять христианство, или те, кто не сделал, должны обязаны покинуть всю страну, без вещей, без ничего. Ну, Абарбанель добился срочной иудеции короля, почти договорился с ним, но тут ворвался великий инквизитор, все поломалось. И вот спустя три месяца, 9 авгу, в день разрушения Иерусалимского храма, тысячи евреев покинули Израиль, впереди них шел Абарбанель. Хотя царь предложил ему остаться, и даже разрешил ему оставить 9 человек еще, чтобы был миньян, но он решил покинуть Испанию вместе своим народом. Понимаете, вот миллионы людей ушли в небытие, без вещей, без ничего, не зная, куда идут. Вот настоящий духовный лидер, он приносит лестницу людям, а взбираться по ней должны люди сами. Поэтому Абарбанель шел впереди, а за ним шел весь народ. Ну, хорошо, если с духовным рабством, в которое попадают люди, мы хоть понимаем, то материальное рабство, оно несколько бывает сложнее. Заработок или его отсутствие, все в руках Всевышнего. И как не стоит гордиться богатством, так нельзя стыдиться своей материальной сложной ситуации. Был такой рабе Яков, он в молодости, до того, как стал рабе в Радзимине, он был очень веселым нищим. У него не было ни кола, ни двора, он все время там побирался, шутил, балагурил. И вот однажды ему к одному богачу, он высказал скупому такие слова, очень такие злые. Я тот сказал, голодранец, как тебе не стыдно. И он ответил, а чего я должен стыдиться своей нищеты? Я что, украл ее у кого-нибудь? Вот это правильный подход человека. Вы знаете, написано в нашей Кабале, что идолопоклонство начинается с почитания денег. А все остальные к нему близки. Корень идолопоклонства в том, что у человека недостаточно веры в божественное управление миром. И он полагает, что именно от людей, от денег, от какой-то ситуации зависит его счастье завтрашнего дня. Знаешь, я еще одну вещь расскажу. Пришел один к Рэбе, говорит, Рэбе, я не понимаю, приходишь к бедному человеку, он приветлив, помогает, последней буханкой делится. Приходишь к богатому, он никого не видит, ничего не видит, смотрит, дали там, это что, из-за денег? Рэбе говорит, подожди, иди сюда, подойди, посмотри в окно. Он смотрит, что ты видишь? Ну, женщина идет с ребенком, повозка. Отлично, он говорит, а теперь вот зеркало, посмотри в зеркало, что ты видишь, он себя самого. Он говорит, так вот, обрати внимание, окно и стекла, и зеркало, и стекла. Стоит только добавить немного серебра, и видишь уже только себя. Вот нельзя, чтобы деньги становились как бы главной целью. Да, это шикарная вещь, деньги помогают, но бог знает, что делать с этим делом. Вообще, надо помнить, что, сейчас я скажу, как это было сказано, человек должен понимать, что все случайности, все заработки, все действия, которые происходят в мире, направляются по воле Всевышнего. Всякий, кто принес ему добро, или причинил, не дай бог, слово, только посланник всемогущего, уполномоченный выполнять решение, принятое небом. И заработок от неба, и здоровье от неба, и все от неба. И у нас есть самый главный рецепт, рецепт, который вот в этой недельной главе нам рассказывались. Надо верить, надо знать, что самое главное, все решения принимаются небом. И когда сказали Маша, как можно выйти из Египта, посмотреть, какой великий фараон, он сказал, нет, это не так. У нас есть бог, который сильнее фараона, у нас есть бог, который сильнее вообще всех. И поэтому надо верить в то, что все от бога, и тогда все приложится. Это такой пароль этой недельной главы. Брахава от слаха всего самого-самого лучшего.